СПОРТ НА ПЕРВОМ СПОРТ НА ПЕРВОМ СПОРТ НА ПЕРВОМ До ответного матча Шерифа в Лиге Европы два дня. В четверг Терраспольчане играют против Пюника Назимру. Тогда и определится, в каком турнире продолжит выступать наша команда. Армяне уже прилетели в Кишинев. Вместе с клубом Евгений Качук, он обучался в Академии Терраспольчан. Сейчас будет играть против Шерифа. Перед Еврокубками желто-черные размялись в Суперлиге. Дежурный разгром. Армяне в своем чемпионате так не смогли. Ужасный старт – это про чемпионов Армении. Пюник после трех туров в зоне вылета своего чемпионата. Шериф с двумя фронтами справляется лучше и в Еврокубках близок к группе Лиги Европы, и в чемпионате лидер турнирной таблицы. В четвертом туре Суперлиги желто-черные играли против Бельц на выезде. Степан Томас снова дает поиграть всем. От ереванского состава почти стопроцентная разница. Всего один футболист играл против Пюника в старте и вышел против Бельц, это Эрон. Дебютировал звездный голкипер Коваль. Хозяева заставили нашего вратаря повыручать. Иногда даже лицом приходилось отбивать удары. Но это уже когда Шериф повел. Думаю, что контролировали всю игру. И очень рады, что забил Тейжан и Ботас. Могу сказать, молодцы, с победой. Самые важные три очка сегодня. Амбри в первом тайме, Тейян и Ботас во втором. Для них это первые голы за Шериф. Разгром Бельц на их поле 3-0. Они уже пять матчей не могут забить Тираспольчанам. Наши на уверенном первом месте в таблице. Есть и еще одно преимущество Шерифа. Желто-черные активно развивают социальные сети. Сейчас появился Телеграм. Во время успехов в Лиге Чемпионов взлетели в Инстаграм. 250 тысяч подписчиков. Для сравнения, у нашего соперника по квалификации Пюника их всего 12 тысяч. Это самое важное, что мы сегодня выиграли. Это самое важное. Три очка перед игрой Пьюником. Теперь нужны дебютные голы и в Еврокубках. Из нынешнего состава забивал в Европе только Аканби. Оба гола с пенальти. Для прохода в групповой этап Лиги Европы нужна победа. А значит и забитые мячи. Игру еще можно увидеть своими глазами. Билеты есть, но мало. Меньше тысячи. Шериф организует транспорт. Условия те же. 60 рублей. 17.00 стоянка бассейна спорткомплекса. Тираспольчане явные фавориты. Так считают букмекеры. Но без фанатской поддержки будет сложно. И так все решится 25 августа. Лига Европы или Лига конференций. Битва за престиж на арене Зимбру. После выездных 0.00 нужно начинать сначала. В четверг 20.00. Шериф в Лигу чемпионов не попал. Не беда. У нас есть еще клубы и еще виды спорта. Например, Сока. И в Лиге чемпионов по Соке сыграет наш футбольный клуб Тирасполь. Сегодня он выехал в Словению. Ну и в группе у него еще три соперника. Из Румынии, Венгрии и Омана. Не знаю, как попала туда эта команда. Но в Соке свои особенности. У нас на эту Лигу чемпионов большие планы. Обязательно покажем вам эксклюзивные кадры из Марибора. Ну и еще матчи в прямом эфире. Как же без них? Лайв-студия наша хорошо себя зарекомендовала на матчах с Шерифом. Вот адаптируем теперь ее еще и по Соку. Ну и сюжет сейчас тоже покажем, конечно. Расскажем, что вообще такое Лига чемпионов по Соке. И чем интересен этот турнир. Лига чемпионов – главный клубный турнир во всех видах спорта. Есть аналоги, но суть та же. Например, кубок Либертадорос в Южной Америке. Сокка – не исключение. Чемпион каждой страны бьется за кубок, но еще и за путевку. Туда, где играют лучшие, в надежде стать главной командой Европы по Соке. Германия, Словения, Венгрия, Болгария. Редфайр, Амигос или Арсеналос. В Лиге чемпионов по Соке нет привычных названий. Ни Барса, ни Бавария, ни Реала. В этом самый Сок. Другие фавориты, неожиданные результаты и реальный шанс на медали. Пока Шериф будет играть против Пюника в Лиге Европы, другой Приднестровский клуб стартует в Лиге чемпионов. Тирасполь представит Амалигу в главном европейском турнире по Соке. Первый матч группового этапа 25 августа в 21.00. Наша команда открывает турнир матчем против румынского Туфлеба. У Тираспольчан три матча в группе. Кроме Туфлеба, игры против ПДО из Омана и Евротранс из Венгрии. Чтобы выйти из группы, нужно попасть в двойку лучших. Параллельно за выход из группы будут бороться еще два представителя Амалиги – Геотермал и Динамис. Черные львы сменили в Лиге чемпионов Нистру. Чемпионы отказались от участия из-за плотного графика. У них еще футзальная Лига чемпионов. Не секрет, что мы ожидаем хорошего результата, потому что мы считаем, что тот уровень Амалиги, тот уровень конкуренции, который есть во внутреннем чемпионате, может позволить нашим командам успешно выступить на Лиге чемпионов. Я думаю, и они едут туда за хорошим результатом. И нам было бы приятно, если бы все три наших клуба зашли как можно дальше. Команды уже выехали в Словению, добираются на автобусе. Перед турниром все укрепились. За Террасполь сыграет подлистник. Он поможет нашему клубу в Лиге чемпионов, а в сезон заявится за Авангард ТВПМР. Первые матчи – 25 августа. Самые главные поединки турнира покажет первый Приднестровский. Начинаем в пятницу, 26 августа. День Лиги чемпионской Соки. Лайв трех матчей Террасполя в групповом этапе. Рассчитываем на плей-офф и готовим нашу студию. Продолжаем знакомство с футболистами из Соки. Они, кстати, совмещают не только большой футбол и соку, но и, допустим, еще и пляжный футбол. На арене Лайзвор проходил чемпионат Европы по пляжному футболу. Там были и те, кто сейчас выехал на Лигу чемпионов. Они же, кстати, и за сборную бегают. Так что переплетение моря. Нужно смотреть сюжет и заодно наслаждаться пляжным вайбом чемпионата. Кишинев, арена Лайзвор, титул чемпионов Европы по пляжному футболу. В дивизионе «Б» празднует сборная Молдавии. Лучший вратарь Евробич Сокер Лиг Руслан Истратик и Персока Клуба Нистру из сборной Молдавии снова выигрывают индивидуальный приз континентального первенства. Мне очень приятно. Если я не ошибаюсь, я в прошлом году выиграл эту номинацию, так как у меня есть один личный трофей дома. И второй год подряд становиться лучшим вратарем чемпионата Европы. Это для меня многое значит. А это гол Андрея Негады в финале турнира. Полные трибуны стадиона. Молдавской сборной противостоит Турция. Битва за титул завершается победой 5-3 в пользу хозяев. Это, конечно, очаровательный момент, потому что второй раз мы дома принимаем турнир такой красивый, 12 ран. И очень приятно, конечно, что мы второй раз добились своего успеха. Первое место. Мы хотели этого. Мы, я думаю, что заслужили. Спасибо нашим очаровательным болельщикам. Просто ни слов. Молдавия в топ-16 сборных Европы. Сборная завоевала путевку в дивизион А. Это турнир лучших стран континента в пляжном футболе. Финальная часть чемпионата Европы пройдет в следующем году. Евробич Сокер Лиг. Мы уже знаем имя чемпиона Кишиневского турнира в дивизионе Б. А также мы узнали имена топ-4 сборных, которые сыграют в дивизионе А. Это элита сильнейших сборных. Площадка парка Лаизвор совсем скоро изменит свой вид. Вместо песка поселят зеленый газон, на который выйдут клубы в Соке. Мы в ожидании нового сезона Ама-лиги. А пока герой Евробич Сокер переключается на Соку. Впереди Лига чемпионов. Недалеко от пляжной темы уходим. Скоро конец лета, поэтому нужно взять от этого максимум. В Бендерах прошел Кубок Молдавии по пляжному волейболу среди женщин. Впервые победителем турнира стал терраспольский дуэт Елена Леонтьева и Юлия Павлова. Известные по своим выступлениям за Динамо Глория в классическом волейболе. В финале наши пляжницы победили пару из Кишинева. В мужском финале, который прошел в Кишиневе, также впервые кубок завоевал приднестровский спортсмен Егор Допчис из Тирасполя. В этом году в приднестровском спорте очень много юбилеев. Один из важных – это 55-летие Тираспольской школы легкой атлетики имени Долгина. Десятки медалей разного достоинства на различных турнирах, в том числе международных и даже олимпийских играх. И это только часть того, что завоевали спортсмены школы. В советское время школа была единственной специализированной в СССР. Такой она остается и до сих пор. В 83-м году школу назвали лучшей в Советском Союзе. Рассказываем и показываем, как за ее стенами воспитывают чемпионский дух. Школа названа именем Вадима Борисовича Долгина. Один из ветеранов, который был, к сожалению, рано ушел в мир иной. Но именем его названа школа. Он заслуженный тренер Молдавской СССР, заслуженный деятель физической культуры и спорта Молдавии. Это Олег Филиппович Хащевский, заслуженный тренер Молдавской СССР. Вместе с Владимиром Долгиным он стоял у истоков Тираспольской школы легкой атлетики. Было это в далеком 67-м году. В 67-м году возникла необходимость или, скажем так, возможность организовать отдельно школу из комплексной, когда-то комплексной школы. И первыми видами спорта, которые вышли из первой школы, это были легкая атлетика, плавание, гимнастика, велоспорт, которые образовали школу номер два, нынешнюю из Дюшор имени Владимира Долгина. Спустя семь лет в школе создали один из первых в республике специализированный класс по легкой атлетике. Результаты пришли быстро. Через два года школа становится победителем смотра спортшкол Молдавской СССР. Получает переходящее красное знамя Республиканского комитета по физкультуре и спорту, а в 83-м выигрывает аналогичный смотр во всем Советском Союзе. Тогда же команда школы выигрывает первенство СССР среди интернатов, среди более двух тысяч конкурентов. Подобной базы вообще в советское время не было ни в одной школе. То есть это единственная база в советское время, принадлежавшая школе. Как правило, школы, может быть, располагались на стадионе, но стадион, естественно, принадлежит городу, школа при стадионе. Вся вот эта база была построена, это лучшая база Советского Союза в свое время. И она на самом деле до сих пор является таковой. В Молдове подобных школьных баз нет. Опять-таки есть административный корпус, скажем так, у школы. И школа проводит занятия в парке, на стадионе, в манеже. Так или иначе это происходит. Такой базы просто нет. Десятки победителей и призеров крупных международных соревнований воспитала школа за 55 лет своей истории. Пятеро выпускников становились рекордсменами мира, Европы и Советского Союза. Это Светлана Гуськова, Лариса и Людмила Платоновы, Лариса Штырогрышная и Татьяна Голубова. Это член сборной команды Советского Союза Сережа Коновалов. Это Светлана Гуськова, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Это я работал с инвалидами, мы были в Амстердаме, и вот по чемпионату мира среди инвалидов был. Вот вот любимые мои ученицы, их три Наташки, три Наташки, как бы, и они все... Некоторые работают в нашей школе. Это Аня Бондарь, член сборной команды Советского Союза. Единственный, кто выиграл кросс-правды и привезла серебряную медаль с Гаваны, была на чемпионате мира. Впечатляет и тренерский состав. В школе работали и продолжают воспитывать чемпионов 16 заслуженных тренеров МССР, Молдавии и Приднестровья. В школе работают и работали люди очень высокого профессионального уровня, подготовившие в советское время участников чемпионатов мира Европы, рекордсменов мира Европы. Примером может служить Юрий Сергеевич Китайцев, человек, подготовивший за свою деятельность рекордсменку мира, Политову, Платонову Ларису, вот сразу на фотографии здесь, здесь на фотографии. То есть человек, который, рекорд которой остался на все века, на самом деле на все века, потому что рекорд, один из рекордов ее, это был рекорд Советского Союза, в метании диска девочка в 17 лет метала 66 метров, поэтому мира ее рекорд побили позднее, Европа, естественно, был побит, но Советского Союза рекорд остался на все времена. Кроме Юрия Сергеевича в школе также работали Косиченко Михаил Яковлевич, это тренер, бегали на средние дистанции, его люди это Политовы, Оля, Лена, это Матяж, то есть тоже очень большое количество, это плеяда большая спортсмена, надевавших майку сборной команды СССР. Хащевский Олег Филиппович до сих пор работает. В школе работал Тивончик Владимир в прыжках в шестом, его ученик был третьим на Олимпийских играх в 96-м году. Можно сказать, роль этой школы была в том, что я стал олимпийцем, я съездил на Олимпиаду именно с этой школы. Спортивная школа легкой атлетики Долгина, это мой второй дом. Здесь мы проводим большую часть времени. Сюда я попала в седьмом классе как спортсменка, тренировалась, и потом понимаю, что это мне нравится, и мне нравится работа с детьми, и я решила продолжить свой путь в этой школе. С 1988 года ни одна летняя Олимпиада не проходит без участия представителей Тираспольской школы. Много удалось сделать, еще раз, чего единственное нас не хватает пока в школе, скорее всего, это победители Олимпийских игр, которые способны подготовить наши тренера. Если будет замечательная база городского стадиона нашей школы, то это будет возможно. Школа начала новый 56-й сезон. С городских и республиканских турниров начинается путь к международным наградам, в том числе и Олимпийским. Так было не раз, и так будет снова. Бендеры всегда были футбольным городом. Еще в 30-е команда из Бендеры играла в чемпионате Румынии, потом был Советский Союз, потом побеждали в чемпионатах Молдавии. «Динамо» и «Тегина» — это бренд, и когда клуб перестал существовать, конечно, для города это было большим ударом. «Тегина» все еще в режиме ожидания, о возрождении городского клуба пока речи нет. Но с этого года бендерчанам хотя бы есть за кого переживать. «Ла Фамилия» — частный проект, который заявился в Лигу 2 молдавского футбола. Знакомим с новым клубом. Почему такое название, где будет играть, и какие амбиции у руководства? Бендеры. Стадион «Шелковик». Именно здесь в последние годы Советского Союза принимало соперников по второй лиге чемпионата СССР местная «Тегина». Теперь это домашнее поле другой бендерской команды «Ла Фамилия». Первый домашний официальный матч против Крикова. Это 1-32 финала Кубка Молдавии. Трибуны практически заполнены. Чувствуется, бендерчане соскучились по большому футболу. Что вот парень сидит, его отец играет под пятым номером, Виктор Носенко, за нашу команду. Нам очень приятно, что наконец-то у нас вернулся. А начальник команды мой друг. Так что мы знакомы с этим делом давно. Спасибо. Мы приехали из Хабаровска специально посмотреть на этот матч. Очень рады здесь очутиться. Мы с Кишинева приехали, с Криковской командой. Позитивная, хорошая команда. Нравится. Очень нравится. Команда «Ла Фамилия» была создана в этом году только с целью того, чтобы возродить футбол в городе Бендеры. Я сам играл в городе Бендеры футбол. В 88-м году был чемпионом Молдавии и обладателем Кубка Молдавии. И из чисто ностальгических таких чувств я решил создать команду в городе Бендеры. Знакомство удалось. Без неловких моментов «Ла Фамилия» громко представилась. Бендерчане увидели разгром 4-0. Чуть раньше на выезде новый клуб забил еще больше. «Кангаз» пропустил целых 5 голов. В команде строят не только боеспособный коллектив, но и душевную атмосферу. «Ла Фамилия» переводится как «семья». И в принципе для меня всегда футбол. И все люди, которые связаны с футболом, являются семьей. Потому что они близки как на поле, так и вне поля. Спортивные цели самые горячие. Мы планируем выиграть вторую лигу в этом году. Постараться хорошо выступить. Два года на первую, а дальше как и уже в высшая лига. Первые победы бендерчан легко объяснить. Это только на бумаге, а не новички. В составе опытные местные футболисты. Они за «Тягину» поиграли и фанатам полюбились. Тренирует «Ла Фамилия» прославленный Юрий Хадыкин. Он тренировал «Динамом». Иногда «Тягина» носила такое название. Еще в национальном дивизионе. В основном бендерские ребята у нас есть. Особенно молодежь. Это вся бендерская. Это те воспитанники нашей школы, которые оканчивают ее. Им уже некуда. Кто в институт поступает, кто их всех привлекает. И у нас на заметке уже те дети, которые младшие. Уже тоже мы обращаем на них внимание, потому что это наше будущее. Есть в команде и пять игроков, которые последние матчи проводили в футболке «Авангард ТВПМР». Многие футболисты совмещают футбол и его мини-версию. Один из них – Евгений Циверенко. В «Амалиге» поддерживал форму, сейчас вернулся в молдавский чемпионат. Ну, вообще совмещать, конечно, и мини-футбол, и большой футбол – это непросто. И в большом футболе, когда ты находишься, совмещать искусственное поле, натуральное поле, поле без травы. То есть, сами понимаете, поляны бывают разные везде, особенно в дивизии пониже, вот дивизия «Б». Это сложно, но... Как бы мы будем стараться. В межсезонье преднестровские клубы активно меняли прописку лига. «Ла Фамилия» только появилась, «Искра» вместо первой лиги заявилась во вторую. Понижение в классе вынуждено, но цель – вернуться обратно как можно быстрее. Процентов на 80 команда сохранила костяк. Есть и опытное усиление. Набрали опытных футболистов, такие как Сергей Пурянов, Олег Шойму. Они известные футболисты. К нам просторах в Молдавии и играли даже за границей. Поэтому мы думаем, что они нам помогут. В этом сезоне у нас будет задача выйти в первую лигу. Есть парочку новых ребят, но 7-6 человек – это те игроки, которые мы играли в прошлом году, и они остались и здесь. Как бы уже более-менее все наиграны, но есть парочку позиций, которые надо чуть укрепить, и тогда будет вообще хорошо все. Первый шаг к возвращению в Лигу 1 сделали. Рыбничане дома разгромили локомотив из Окницы 3-0. Итого два клуба во второй лиге Молдавии. Суперлига не в счет. Был еще каменский коллектив Круиз Плюс. В этом сезоне взяли паузу. Ни в один дивизион не заявились по финансовым причинам. Но обещают надолго не пропадать. Мы заканчиваем с новостями этой недели. Следующий выпуск будет очень насыщенным. Шериф и какой-то из его Еврокубков, жеребьевка соперников. Ну и узнаем, с кем же дальше будет играть наша команда. И, конечно, Лига чемпионов по Соке. Прямые эфиры на нашем канале. Начинаем в пятницу. День Соки на Первом Приднестровском. Три трансляции. И это только начало. Ну а мы с вами прощаемся. Это был спорт на Первом. Спортивные новости для вас прочитали Вадим Гачков и Оксана Ступа. Увидимся через неделю.